Сейчас мы с вами сравним Django 4 и Django 5, то есть создадим и сравним файли. Зачем мы это будем делать? Так как все уроки, которые делались на 4, мы теперь будем делать на Django 5, то есть писать профиль, и это должно быть совместимо, по крайней мере наш код должен быть совместим с этими версиями. Итак, я сейчас не буду показывать про виртуальное окружение. Вот здесь урок, кто хочет со мной проделать, заходите в путеводитель, не путеводитель, подготовка, это для участников школы, кстати. Шестая страничка, и там показано, как все это сделать, а я просто буду использовать. Итак, активирую виртуальное окружение, где у меня установлен Django 5, и создам проект. Сейчас папка пустая. Значит, пишу Django 1, старт прожек, назовем его сайты 5, это Django 5. Создадим новую вкладку, активируем там, где у меня установлено Django 4. Так, забыл. Ага, вспомнил. Так. Проверить вообще версию Django можно разными способами. Самый простой способ. Python M Django версия 4.2.7 Другими способами Мы можем проверить, например, сделав так Запустить Django Shell Так. И сделать Сделаем вот так Manager.py И здесь Так, стоп. Немножко не то сделал. Нам надо Проекта давайте. Да. Лучший способ так. Проекта нет. Давайте-ка мы Просто интересно Не будем вызывать сейчас Django Shell А сделаем по-другому. Так. Посмотрим. Да. Это тоже сработает. Но это долгий путь. Много набирать. Да. Работает. Давайте-ка еще попробуем Ctrl D Так. Да. Тоже работает. В общем, то, что нравится, как и делайте. Name Django, версион. И далее Можно еще продолжать. В общем-то, хватает способов. Дальше Очищу и Здесь у нас будет сайта 4 Мы будем сравнивать настройки. Посмотрим. Все есть. Все. Можно открывать. Давайте откроем IMAX Так. У меня, по-моему, он Django Project Django 4.5 Здесь откроем Django 4 И нам надо файл settings И потом URL Поэтому Сейчас делаем проще У нас будет файл Получается Settings И файл URL Нам надо Пока Откроем Settings Здесь Давайте Давайте Проще будет Откроем WS Донга 5 Так Все правильно И посмотрим Так Отцепи 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 Я пришел Присепился Ладно Так Ну что ж Итак Смотрим Здесь у нас 4 Здесь 5 И погнали Понятно, что нас интересует база DIR, что ли изменилось, нет, ничего не изменилось все тоже, ну, далее будут стандартные настройки, секретный ключ это понятно, дебаг будет, а ловис хоз будет во всех тут ничего не поменяется, мы обращаем внимание, что осталось это списком или изменился тип данных далее, инсталит апс понятно, что остался тем же и нас интересуют библиотеки по умолчанию тут 6 и тут 6, тут ничего не изменяется, нас интересует промежуточный слой Mildware абсолютно тоже один к одному Routing Conf это понятно, он будет одинаковый во всех версиях, начиная с первой темплейт, время от времени может меняться, посмотрим сейчас, ничего не изменилось контекстные процессоры те же дальше поехали датабаза, ну, это мы сами будем указывать по умолчанию тут уже на самом деле не важно как будет написано, потому что Escalade, как бы не записано было от версии к версии оно будет работать дальше, артификация все осталось то же самое настройки тоже здесь мало что меняется статика и поле для создания первичного ключа осталось то же самое иными словами наш проект, который мы настраивали на Django 4 будет работать стабильно на Django 5 давайте зайдем в URL и здесь нас тоже интересует в принципе только тип данных мой здесь что мы смотрим ну все, список остался списком тоже давно очень не менялась раньше менялась когда-то был кортежем вот, пока все остается то же самое никакие новые перемены тоже не поменялись все осталось то же самое так, поехали дальше ну, можем посмотреть здесь будет понятно одинаково можем посмотреть менеджер пай скорее всего ничего нового здесь не добавилось мы с вами уже рассматривали в предыдущем видео оно что будет в описании если вы не нашли нового нового там много в плане асинхронности сейчас наша задача наша задача посмотреть так, а где мы находим сейчас это долго будет поэтому сделаем по-другому и так то есть видимых настроек нету да, это это прекрасно для нас то есть не надо заморачиваться я уже показывал что проект работает и так стабильно вообще зачем мы это делали для того чтобы убрать внутреннее вот это а вот не посмотрел а вдруг там что-то добавили вот это надо убрать ну а мы уроки мы начали джанго 4 продолжаем писать на джанго 5 просто когда мы делали уроки вот здесь выбираете меню на джанго 4 мы очень много внимания удивили самому джанго и потом начали писать а сейчас перед нами сейчас перед нами стоит задача писать почему потому что на джанго 4 очень много времени было затрачено на понимание вообще как работает джанго мы писали сайт но с чем мы работали мы большую часть времени отдавали работе с документацией абсолютно верно абсолютно справедливый например комментарий спасибо этому парню опять же смелику это я сюда один разместил было несколько людей которые написали еще был парень написал который тоже начал разбираться с документацией это в отзывах можно почитать начал понимать после курса пришло озарение и теперь я кайфую от документации вот в принципе это и была моя задача чтобы человек понимал потому что то к чему мы сейчас приходим мы уже будем просто обращаться к документации к исходному коду и писать 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 объяснений будет меньше а что же важно понять а вот давайте посмотрим как раз в джанго 5 нам понадобится это мы здесь я делал видео я думаю дам их в описании то что стоит посмотреть сразу это какой сайт пишем то есть начали на джанго 4 закончили на джанго 5 я добавлю сразу вам и добавлю в описании но вы когда приходите в школу вы начинаете в любом случае выбираете уроки джанго 4 как правило человек приходит во первых кому-то надо пайтом подтянуть джанго разобраться иными словами чтобы вы писали легко почему это очень важно я с этого и говорю напоминание сейчас я перейду к главному а уже дальше проделаем уроки джанго 5 и они касаются уже того же чата то что мы будем с пятой версии много чего уведомлений далее профиль мы уже написали фолловеров посты друзей то есть те же вещи например такие как сохраненные сообщения это все можно для каждого сайта в любом случае это совершенно не важно что мы сейчас работаем социальной сетью это просто посложнить но части которые вы будете выбирать они нужны для каждого сайта например авторизация пользователя тоже алауч который мы сейчас пишем тот же профиль расширить это все нужно да а уже там дружилки фолловеров это уже не так важно надо не надо сообщения чаты в любом случае это все пишется принципиально одинаково надо один раз понять и в корне лежит понимание того к чему мы перешли так давайте я по новому расскажу значит смотрите еще раз возможно повторюсь но это важный момент еще лет 5-6 назад для того чтобы создать профиль создавали кастомный профиль он был как бы параллельно основному там брали потом писали кучу ненужного кода иными словами при обновлении на новую версию джанга вечно были проблемы сейчас все проще даже первоклассник может писать очень высококачественные приложения за счет чего за счет того что мы просто напросто расширяем профиль то есть иными словами есть основной профиль юзер понимали чем будем заниматься есть основной профиль который имеет совершенно несколько полей юзерней пароль имейл имя фамилию все мы что делаем мы берем импортируем этот профиль и постоянно работаем с ним что это значит это значит для нас что какая версия джанга не вышла пятое десятое нам легко будет перевести сайт на более новый уровень нам не надо будет править код потом где-то оно будет всегда работать и через один к одному да один к одному мы пишем код понятно что полей вы добавите сколько хотите и вот эта авторизация начинает пользователя пронизывать все приложения но это делается опять же у меня еще был такой замысел ведь мы в джанга 4 уже писали приложения и я специально хотел чтобы вы изучили документацию а сейчас вернулись к тому приложению и везде вставили юзера то есть покопались а здесь мы тоже посмотрим модели например посмотрим давайте сейчас мы сейчас подумаю что посмотрим что лучше показать такое чтобы было ну давайте например создание друзей действительно раньше наверное это было бы сложно сейчас это не стоит не будет стоить выеденного яйца если вы еще прошли курс по джанга 4 смотрите все опять банально просто мы создаем модель и поступаем таким же образом то есть мы просто берем один к одному иными словами это если говорить просто это идет расширение той пользовательской модели опять действуем через юзера обратите внимание на очень важный момент в этом случае мы не обращаемся ой извините мы не обращаемся к нашей модели кастомный юзер да то есть приложение совершенно чистый получается чистый код мы совершенно не обращаемся к юзеру то есть иными словами это говорит о том что мы можем спокойно расширять приложение при этом совершенно не думать об обратной совместимости а вдруг там чего-то не сработает вся интересная вещь происходит когда а вот давайте зайдем в шаблон давайте зайдем в шаблон вот здесь вот здесь в шаблоне происходят интересные вещи вот что касается когда нам надо уже конкретно определить пользователя например пользователь загрузил там свое фото вот тут мы начинаем обращаться к профилю в шаблоне да который мы можем так по разному по десятому по двадцатому написать иными словами не затрагивая основной код проекта это нам полностью развязывает руки еще я дам видео вот здесь мы немножко затронем я уже писал видео просто подготовил чтобы ребята понимали джанго алауч иными словами авторизация через социальные сети какое она имеет сейчас к теме отношения имеет имеет и самое прямое вот здесь возникают проблемы если человек не совсем хорошо понимает джанго да и очень много вопросов то что там показано джанго алауч да в самой документации люди делают допустим простую страницу одностраничную у них все работает если вы начнете делать проект посложнее то не все то так будет работать и проблема здесь кроется всегда в чем именно в профиле в профиле в профиле что это значит это значит что надо просто грубо говоря правильно написать сигналы чтобы получается как человек приходит в социальной сети вот это сейчас мы будем уже делать да допустим регистрируется через там гитхаб или через там google или через еще разные другие сайты то по сути дела должен создаваться профиль иначе ничего не будет а как же он войдет на наш сайт если вот допустим заходит на наш сайт должен авторизоваться ведь и если не будет сделан профиль то просто-напросто здесь будет выскакивать исключение то есть вот это я и хочу сейчас чтоб мы с вами прописали поэтому этот при этом авторизация заметьте ведь само там сброс пароля мы будем писать это средствами джанга опять же чистой джанга ничего не надо придумывать у нее все есть а джанга алауч мы будем писать просто немножко по другому на самом деле все банально просто мы разделим шаблоны на две директории джанга алауч будет иметь свой шаблон а все остальное что касается нас будет иметь свой свою директорию шаблонов и на самом деле прозрачно просто и легко и вот будем писать через как по моему стилю через большое количество исключений поэтому мы начнем сразу с алауч писать и дальше понятно что у нас не будет работать профиль потому что нам надо сначала написать мы только модели написали а нам надо написать представление и вот так через кучу ошибок напишем я к чему это хочу рассказать говорю сейчас потому что в джанга 4 очень большое внимание было уделено как сказал самому самому разбору как работает джанга то есть мы писали но мы постоянно работали с документацией по сути дела я постоянно вас обучал обучал тому чтобы вы научились работать с документацией понимать принцип как въехать в джанга действительно качественно и значится и вылетела фраза и спокойно работать и с исходным кодом и с документацией понимать то есть чтобы у вас была обратная связь и вот как раз к этому моменту и готовил а вот теперь уже мы уже будем просто писать и уже на автомате работа с документацией так же и так далее но будем писать 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 код писать приложение на выходе что мы должны понять самое главное ребят то что пригодится абсолютно каждому в практике не важно чем вы занимаетесь джанга там джиэс или любые веб приложения для вас будут означать что вам надо работа с пользователем вот я хочу именно почему я так построил потому что я хочу чтобы вы научились понимать работу пользователя как это работает джанга и потом делали бесчисленное множество этих приложений да по сути дела если ты написал допустим тех же друзей да и написал там например блок и чат абсолютно верно ты легко напишешь если по тому же принципу если вы хотите делиться музыкой и все прочее дальше разевай как хочешь то есть у тебя будут развязаны руки на все любые фишки и в любом случае пишешь ты обычный сайт блок но ты с юзером еще раз напоминаю столкнешься я хочу именно показать тебе те принципы как это делается легко как это делается средствами джанга как это делается чтобы не было никакой перегрузки как это делается чтобы это было круто и легко очень поддерживаю чтобы у тебя были развязаны руки и чтобы ты мог писать развивать проект совершенно не оборачиваясь а вдруг у меня что-то сейчас перестанет работать да школа у нас вообще на питон но если открыть допустим она спишет код посмотреть на самом деле в школе ребята занимаются и котлин и си плюс плюс мы работаем и сло работаем потому что есть еще другой проект это я мельком просто расскажу для школы это проект который называется дев хакер это вот смотрите если вы будете находиться среди людей которые делают свои продукты кто-то пытается делать но самое главное это настроен на то чтобы человек делал свой продукт понятно что мы сейчас говорим о джанго но джанго ведь это пайтом ведь смотрите все банально просто давайте-ка мы откроем просто джанго я приведу вам совершенно очень очевидные простые вещи которые многие просто даже не знают если я открыл исходный код джанго и посмотрел самое простое вот кликнуть джанго и кликнув то что вы будете использовать абсолютно каждый день ну например шоркаст да то есть такие функции вернуть там страницу если нет то вернуть исключение и вещи которые надо понимать которые действительно ребята узнали от дев хакерс кто-то очень много попахал очень много попахал и разобрались в общем в тонкостях да но на самом деле вот давайте посмотрим простой пример как желательно смотреть на код вот мы смотрим вот на эту функцию да понятно дальше смотрим у нас есть переменные вы знаете ведь когда находишь допустим вы попытаетесь найти объяснение там вот этих функций вам рассказывают как надо сделать чего где вставить но если бы вы залезли в исходный код и посмотрели на это правильно а правильно посмотреть так здесь должен быть ответ какой ага python поддерживает объекты первого класса иными словами все можно вбить в переменную и оперировать как хочешь в принципе то что здесь и сделано и это очевидно то есть я смотрю вот у меня есть выборка getCureSet которая вбита в переменную и используется в другой функции я уже себе отвечаю на вопрос какой что я могу делать абсолютно все с этой переменной и меня будет не интересовать что только то что она вернула всю функцию я как бы мысленно выбрасываю меня не интересует она меня интересует возврат возврат какой же здесь возврат и здесь я смотрю ну это уже те кто знает джанга то есть я вижу что здесь есть значение по умолчанию возвращается класс класс здесь получается позиционный параметр да и идет сопоставление default manager это абсолютно то же самое default manager ну немножко научить сейчас еще давайте-ка мы view откроем ну например так здесь ничего не будет а я знаю что открыть нам надо модель открыть вообще правильно ну вот вот когда мы работаем вот этого слова objects это и есть дефолтный менеджер иными словами если попроще да то это программа которая работает с выборкой объектов а что такое джанга вообще джанга работает и любой веб фреймворк работает банально просто есть база данных надо с базы данных выбрать вот и вся работа все больше ничего нету да есть какие-то операции но в основном операции все с базой данных и вот мы возвращаемся к тому же исходному коду и что мы здесь должны посмотреть то есть заглянув сюда мы уже видим что идет у нас object alt то есть это alt это метод выборки объектов если мы когда вы пройдете джанга 4 будете понимать джанга то вы мои слова будете уже понимать вообще но я покажу для тех кто то есть если мы возьмем документацию и возьмем выборку объектов кересет это то в чем надо и разобраться в джанга то здесь мы видим тот же метод alt да то есть выбрать все объекты иными словами это выведет допустим все статьи блога это вот я рассказываю почему надо еще Python изучать в школе Бовсуновского именно я учу работать с объектами с функциями разбираться в языке и это работает вообще для всех языков потому что объекты первого класса есть и в C++ допустим и в GS и в LO и в чем хотите так вот сейчас поймете я еще к коду перейду да по сути дела что я всегда требую от учеников но требую это громко сказано то есть человек сам в школе определяет какого уровня я хочу достичь что передо мной должен понимать что передо мной что за объекты передо мной и так пока мы сейчас остановимся на том что когда я перешел к функции которые вы будете в Django использовать каждый раз и самочасто да то есть выбирать сейчас мы ее посмотрим и я уже четко понимаю что это объект первого класса и можно присвоить и меня уже функции которые присвоены интересует только возврат как-то показывал сейчас нету времени показывать на том же Дальше я могу прочитать что мне здесь важно понять на самом деле для меня исходные коды документации дополняют друг друга то есть правильное мое действие должно было быть следующим чему я всегда и учил допустим в Django 4 почему в него надо прийти давайте откроем документацию и попробуем этот момент разобрать следующим образом вот во вьюхе layer shortcast и найдем эту функцию get object or 404 смотрите откуда я делаю вывод я мог бы мутно читать мутно читать что здесь делается да но смотрите как только я взглядываю на документацию да и нахожу допустим вот эту вот функцию кересет а этот этот метод кересет выборки он везде в Django вас преследует и вижу здесь присвоение конечно же автоматически я отвечаю себе на вопрос что это в Python объект первого класса просто в жизни получается такая ерунда смотрите а ерунда получается в чем например если взять вы возьмете разработчика JavaScript скрипт он вас он за вами сутки будет разговаривать про объект первого класса ну потому что это ему интересно другого как правило ему не надо знать причина очень проста так как немножко не то открыл я хотел открыть MDM от Mozilla смотрите так как вообще например JavaScript он вообще построен только на двух принципах объекты первого класса объекты высшего порядка да и вот с этого начинается путаниц с колбеками и все прочее ладно так вот JavaScript на этом построен и поэтому вам любой JavaScript разработчик расскажет много много чего вы не знаете а в Python это одна там из 20 или там тысячи одной технологии то есть затерявшиеся и поэтому в Python другая картина то есть человек заходит и он по факту вот допустим давайте посмотрим применение да там применение ну найдем и здесь будет объяснение да все здесь будет правильно но оно будет объяснение для человека который через 5 минут после прочтения этой статьи пойдет на переполнение стека потому что все остальное ему ни хрена не понятно вот в чем дело а ответ лежал на поверхности если бы человек изучал язык программирования правильно давайте-ка посмотрим еще раз вернемся к нашему исходному коду когда мы посмотрели здесь нам все стало понятно все в один момент потому что Бовсуновский говорил ага а вот это как работает а вот это как а что это за объект и человек разобрался как большинство людей которые работают в школе и мне вполне понятно что теперь мне будет какой возврат и что мне еще из этого понятно что я могу применить абсолютно любой метод а по умолчанию я получу вот это отлично также я еще понимаю как это применять все здесь мне надо было посмотреть вообще какие объекты я могу на какие объекты я могу рассчитывать это есть комментарий это есть и в документации но мне надо посмотреть немножко по-другому на это со стороны кода я смотрю класс может быть моделью менеджером или выборкой иными словами все теперь мне уже вообще все понятно то есть с исходного кода я понял абсолютно все и здесь пожалуйста вам идет план они говорят ребята вот программист перед компьютером разуй глаза вот хочешь работать с базой тебе надо разобраться в трех вещах лучше прийти в школу бусмоз поэтому еще и дальше еще объясняется то есть модель менеджер кирисет давайте посмотрим иными словами получается что получается то абсолютно верно давайте посмотрим дальше дальше я часто спрашиваю участников школы поэтому вам рассказывать не буду про проверки про все это важно понимать итак что я еще увидел то что идет try то есть попытается сделать действие запросить конкретный объект далее я вижу что этот объект может быть чем угодно уже с этого кода я понимаю что здесь есть поиск почему вот смотрите все банально просто это школа программирования бавсоновская это высший уже пилотас именно так я учу людей а вот смотрите здесь у нас позиционный параметр да поэтому понятно что позиционный параметр можно может можно поставить да поставить но например здесь не может быть словаря какого-то сейчас в данном случае нет хотя нет неправильно говорю словарь может быть я немножко сказал здесь нет второй вещи которая могла бы что-то делать то есть когда идет позиционный параметр подразумеваются какие-то конкретные вещи если бы это было здесь не так то в принципе мы не могли чего-то ожидать поэтому мы взяли определили класс и определили какие-то два действия в отношении этого класса иными словами нам самое главное надо прошло чтобы произошло вот это вот действие которое возвращается в то же время когда я открываю здесь да вот здесь обратите внимание вот вверху самой функции вбита три параметра а вот здесь try что пытаться сделать два параметра вот здесь мне понятно что будет запрашиваться сам объект и я четко понимаю любые позиционные любые именованные параметры иными словами я понимаю что здесь будет вестись поиск это однозначно и я уже идя в документацию начинаю это видеть совершенно спокойно и сто процентов это нахожу а нахожу каким образом одно дело когда я просто читаю ведь мы только что читали бандель менеджер кересет давайте-ка я попробую вот открыть вот эту страницу и посмотреть и действительно я увижу все что касается поиска выборки объектов вот здесь начинает открываться картина мира начинает четко выстраиваться а что мне надо изучить куда пойти я тоже что-то новое узнаю теперь ситуация для меня переворачивается переворачивается сейчас открою секунду для меня переворачивается но что-то я могу недопонимать решается это банально просто мне надо просто пройти в тот метод который был ранее и почитать кроме этого я могу получать комментарии даже если не понимал коди здесь бы было все написано то есть здесь написано действует как и в python утиная типизация иными словами это может быть любой класс да абсолютно верно на этом этапе они же не выбирают модель на этом этапе они заботятся о том чтобы просто получить доступ объекта при помощи метода get конкретному и далее пишут нам может подойти какой метод фильтр абсолютно верно то что я вам сказал именно здесь теперь мы и видим то что я сказал да на самом деле это было заложено раньше вот теперь я могу открыть документацию мне все открывается а почему мне все открывается по одной простой причине что вот я вижу пример что я здесь смотрю как большинство смотрит если мы искали там да там да мы искали например там нашли были пример как там что делается вот это объяснение для человека который пойдет на переполнение стека потому что все остальное ему не будет понятно поэтому я говорю надо приходить в школу Бовсуновской заниматься действительно языком программирования серьезно да но в плане с практикой а вот давайте посмотрим по другому немножко а здесь я вижу пример ага они как раз таки то что делали в исходном коде они это же показывают именно в документации то есть я в первую очередь свою конструкцию присваиваю переменной и мне опять стало все понятно теперь при помощи этого я могу выбрать все что угодно давайте откроем проект и посмотрим какой-то кусочек кода и посмотрим кусочек кода который нам говорит и действительно все что они писали становится банально простым вот у нас идет в принципе то что мы раньше уже изучали это использование джанга плюс аякс но принцип джанга применяется абсолютно тот же мы создаем переменную и берем вот эту функцию которую мы смотрели далее мы в документации посмотрели какие параметры должны были модель а здесь любые и здесь любые но по сути дела мы ставим модель и идет поиск вот он поиск request то есть идет здесь запрос конкретно id но здесь может быть и поиск и мы видим что вот эту переменную post так как мы отвечаем себе на вопрос питон поддерживает объекты первого класса и уже опять у нас вот здесь и здесь нас интересует результат то есть здесь в данном случае будет результат конкретный номер здесь будет конкретная модель то есть мы выпускаем из головы как бы саму модель да саму функцию ребят это же банально это просто надо у Босуновского учиться всего лишь иными словами банально просто да то есть мы смотрим только на возврат все остальную функцию когда как-то мысленно мы убираем когда мы представляем объект первого класса нас интересует только результат что он вернет поэтому программирование оно банально просто иными словами здесь модель здесь идет ID конкретный номер страница номер 5 все и дальше в принципе вся логика выстраивается совершенно легко вот про тот фильтр который мы писали дальше идет вот наша выборка сначала пошла пост откуда выбираем это мы я уже сейчас не буду в это вдалбливаться это мы уже изучали по сути делая лайк пост мы писали в модели обычной модели ранее написали обычный метод выбери вот так и тот фильтр который мы писали но все же все банально просто опять же если здесь написано фильтр значит наше действие правильное какое должно было быть пойти в документацию не бежать сломя голову на переполнение стека где второй дурак рассказывает то что он понял да посмотри ты что в реальности да немножко ты разберись в языке ребят ведь проще один раз разобраться с объектами это в данном случае первого класса и разобраться с документацией а потом доходите вы на здоровье на переполнение стека так только вы знаете что плоховато вам будет потому что там такого начитаетесь вот это понимают мои ребята вот пишет рассказываю уже чуть больше года и красную я ему благодарен просто есть ребята которые вот искренне да вот помог вообще ну судя в комментарии он вообще не знал что искал он что-то искал что-то рыл школа ему помогла что сделать да на самом деле что я помог помог направить только две вещи разобраться с системой работы с кодом взглянуть по другому на исходный код на документацию то есть это и есть работа программиста ребят ходить на переполнение стека это трудно ребят почитал ничего не понял пошел искать боже мой слушайте это трудяки я бы сказал ордена надо давать но как этот человек там что-то делает ничего не понимает в этом и он сутками там что-то делает не подходи родные всех поубиваю там ура получилось все сегодня все в кафе идем по мороженому ребят ну это действительно трудно я вам предлагаю путь может не такой интересный но где легко и вот он пишет интересную вещь во первых человеку пропал страх го он изучил с два дня ребят ведь это же не шутка почему потому что приходит человек я говорю вот изучай функции теперь иди я сейчас не буду вдаваться в подробности да я рассказываю что изучать как а теперь-ка иди-ка посмотри допустим в си плюс плюс и иди посмотри приходит первый раз видит язык пишет функции чудо да не чудо человек разобрался что схожее в этих языках так наверное проще разобраться что схожее и конец читаем сейчас когда я проводил собеседование я так понимаю собеседование первые же вопросы что такое сельф то есть хитрым стал да то есть спрашиваешь человека что такое сельф а понимаете разницу икрас начал читать что документацию у него свой подход и вот приходит человек который начитал переполнение стека и сразу от него это видно да и с наслаждением слышу 10 минут на ответ и сразу понимаю что человек читает переполнение стека вот он программист вот он вот она жилочка появилась дай бог этому парню здоровья спасибо ему так вот ребят так все же получается банально просто мы закончили на том что нам надо пойти вот продолжить фильтр то есть зайти на тот же кересет метод и найти тот же фильтр посмотреть ничего примечательного мы там не будем понятно с названия что он будет чего-то там фильтровать и искать находим мы его быстро принципиально здесь не важно надо просто взглянуть на него и все абсолютно верно локап мы здесь увидим это именно та система видим кварц и далее опять же вставляй параметры абсолютно любые хочешь вставляй хочешь не вставляй сам механизм он далее написан локап да в принципе поэтому идет поиск документации и так далее здесь это не так важно мы возвращаемся к нашим баранам к этой функции которую мы искали шуркаст а нам сейчас не функцию надо нам сейчас надо к коду иными словами теперь вполне все понятно скажите пожалуйста эти знания просто надо один раз разобрать конечно пока каждому они в школе доходят но хоть есть такое место школа Бовсуновского где они точно доходят понимаете точно потому что есть Бовсуновский который про это рассказывает так вот если мы с этой позиции начинаем смотреть на код предварительно разобравшись с функцией а есть допустим Александр фит там 73 по моему парень да то появляется то пропадает хозяйство у него там потом натхнет и он говорит пишет однажды что Валерий Иванович да я понял я читаю я ему сказал долбили долбили раз я читаю функции и вот на этой волне он написал удовлетворительно джанго с пониманием да так вот когда мы возвращаемся сюда да в тот же там Аякс Аякс здесь ни при чем потому что Аякс он совершенно простой мы рассматривали сейчас мы говорим о джанго то все получается банально просто то есть мы думаем ага это объект первого класса поэтому по сути дела здесь нам надо присвоить что а мы сразу себе выбрасываем функцию думаем а что мы будем возвратить то есть одно что будет здесь будет у нас на выходе модель а здесь у нас будет на выходе конкретный номер вот что мы должны были представлять все вот это у нас в голове остается дальше можем писать уже все что угодно опираясь на то что у нас есть модели есть номер страницы который выберется ну и дальше все тут уже гадалки не ходи уже и ребенок напишет так как у нас появляется магия объекта первого класса то что мы мы что делаем берем наш объект обращаемся к лайк в пост иными словами сейчас не полезу чтобы не путать вас в модели мы написали что ты знаешь вот посты выбирать так вы считаете так и там нас тоже интересует возврат но понятно что вернуть лайки там будет возврат дальше тоже фильтр применяем который уже умеет фильтровать а дальше нам надо просто указать поля а что мы хотим получить а здесь мы пишем смотрите ребят здесь вот в голове мы держали что троечка допустим там ну номер странички а тут мы пишем получить номер странички как присваиваем значение запросить тупо запросить юзера пользователя по этой самой модели слушайте неужели я такие вещи сложные говорю а всего-то надо было разобраться в какой-то вшивом вшивом каком-то объекте первого класса при этом слушайте а может я обижаю объект конечно обижаю а ведь миллионы людей миллионы людей кроме кстати вот этих жава скрипистов да которые в этом прекрасно большинстве своем разбираются потому что на этом построен язык а все в других языках не говорят но они есть да заходим в жава скрипт есть оказывается и там можем код сразу понимать и писать вот так и красную и понял или вы думаете что в жава скрипт придете там будет объект первого класса за кустом сидеть или в шкафу нет ребята законы везде одинаковые и в си плюс плюс это будет и в ло это будет там вообще они в документации написали а у нас все все переменные объекты первого класса Бовсуновскому понятно и вам будет понятно ага и смотрите как все просто но хорошо увидели вы только что экзикс кстати если вы обратите внимание на документацию там везде это применяется и думаешь если там это применяется а зачем это применяется а здесь написано посмотрите а любыми способами кролл с ночи как хочешь но мне достань иными словами это метод который обеспечит 100% вернет поэтому поставили метод как хочешь но ты его достань если есть этот номер 3 допустим да ты его достань если нет верни исключение которое сделает эта функция ребят скажите я что-то сказал сложное нет ребят вот так рассуждать легко и просто согласитесь а вот то что делают большинство ребят читают там какой-то урывок потом идут на переполнение стека ребят честное слово много лет так тоже у меня было это трудно поверьте мне вы сами знаете что это трудно там не понимаю тут не понимаю может надо сложить простые вещи изменить подход на тот который рекомендует Бовсуновский иными словами во главу угла поставить документацию исходный код понимание языка совершенно иным образом и начать по моей системе а потом закрепить это все в чем джанго мы здесь пошли пошли вы с версии 4 и бомбите работайте с документацией получаете результат который получил вот этот парень и написал пришло озарение либо получил вот этот парень а теперь заметьте очень интересную вещь это ребята которые в школе это не так что какие-то это ребята которые в школе которые достигли определенного результата но здесь я еще один по веб но что я хотел сказать заметьте вот на что все из этих ребят написали одну фразу нужно было начинать с изменения подхода вот что лежит в основе успеха понимания языка ну и давайте я еще одну вещь сейчас вот парень писал это давнешний Андрей фамилию не помню сейчас сказать Валерий здравствуйте хотел оставить отзыв от школы точнее ее полез благодаря вам я понял что документация это не так страшно ребята это многие понимают ведь это банально и просто и она читаема и самое интересное что вся документация составлена по одному и тому же принципу как кажется на первых взять хоть и не прошел все уроки на платформе а прохожу до сих пор выборочно наверное уже прошел сегодня сдал заказчику первый проект небольшой сервис сапина жанга поняли вот так вам по носу щелк и все ребят вот так ведь я рассказываю совершенно простые вещи это же приятно поэтому все банально просто знаете язык в школе можно подтянуть проходите уроки по 4 разбирайте жанга разбирайте документации и в 5 уже мы мажем с вами конкретно по педали до плехи именно в том смысле что код 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 и пойдем от юзера то есть уже будет сосредоточено внимание на том что писать сложные крутые вещи немножко тренировки и бомбите и бомбите себе код крутой код который вас радует вы все понимаете ребят это же прекрасно когда вы понимаете код я уже вам показал на примере ведь все легко читаемо и вы легко это все можете перекладывать на человеческий обычный язык боже мой просто-напросто ну немножко надо поучиться изменить подход вот ключевое слово попробуйте и получите результат почитайте отзывы ведь много ребят получило результат закрепляйте на джанго легко пишите на любых языках ребят все получится приходите и занимайтесь пока не получится вот что я хотел сказать и показать и рассказать что все про старт спасибо за доверие жду вас ставьте лайк и мы дадим да я очень хочу видеть чтобы у вас были хорошие проекты у меня лично даже на сайт не хватает времени то надо ученикам сделать что-то помочь то кого-то направить то там надо написать на самом деле как только вы научитесь программировать вас ждет что всегда будет куча работы ребят очень много работы просто не будете знать куда деться от нее ну это прекрасно спасибо за доверие все получится